Как дела? Старая шлюха родила! Пошел прочь, мутант! Не так давно был анонсирован ремейк Ведьмак 1. Той самой игры, с которой началась всеми любимая трилогия. Продолжившая и завершившая историю Белого Волка. Но я знаю, что многие из вас даже не играли в первую часть. А зря. Ведьмак 1, наверное, является самой противоречивой частью серии. Если второй и третий Ведьмак довольно сильно похожи, и вторая часть является неким переходом к третьей, то Ведьмак 1 — это совершенно другая игра. Геймплей, сюжет, общая атмосфера — в этой игре отличается все. Оно и понятно — это первая работа студии CD Projekt Red, которая вышла аж в далеком 2007 году. Но несмотря на то, что игра довольно старая, в нее можно совершенно спокойно играть и сейчас. Да, разумеется, геймплейная игра сильно устарела. В ней довольно странная и боевая система. Она очень долгая, нудная, вам постоянно приходится бегать по одной и той же локации туда-сюда миллион раз без лошади. В ней не такое активное повествование, как во второй и третьей части, и в целом игра очень медленная. Но Ведьмак 1 имеет и свои плюсы, которые делают эту игру особенной и заставляют многих игроков возвращаться в нее спустя годы. И сейчас мы подробно разберем различные аспекты игры и выясним, насколько хорошая игра Ведьмак 1 и нужен ли ей ремейк. Вы на канале Nightmare. Поехали! Ведьмак 1 — это полноценное продолжение книжного сюжета. Я не буду полностью пересказывать вам сюжет, чтобы не накидать спойлеров, а расскажу основную сюжетную завязку. После последней книги прошло 5 лет, и Геральта без сознания внезапно находит близко Эрморхена. Когда Геральт приходит в себя, выясняется, что он потерял память и не помнит ничего из того, что происходило за последние годы. Он не помнит даже Йеннифер и Цири. Впоследствии восстановление памяти затягивается аж на несколько частей, и полностью Геральт восстанавливает память только к Ведьмак 3. Это довольно хитрый ход разработчиков, который, во-первых, позволяет обосновать то, почему Геральт в игре обучается каким-то базовым вещам по типу накладывания знаков, и, во-вторых, позволяет новым игрокам, которые не читали книги, хоть как-то немножко понять, что вообще в этой игре происходит. Многие персонажи, например, начинают что-то рассказывать о себе, о своей книжной предыстории, потому что Геральт их просто не помнит. В целом, Первый Ведьмак имеет отдельный сюжет, не особо связанный с книжной сагой, но всё равно, если вы книги не читали, то вы многого можете не понять. Вы не узнаете огромного количества персонажей, не поймёте много отсылок, поэтому, если вы книги до сих пор не читали, то крайне рекомендую. Так вот, после того, как Геральт приходит в себя, именно в этот момент, какое совпадение, на Каэр Мурхен нападают бандиты, которых называют Саламандры. Из Ведьмачьей лаборатории Саламандры успевают похитить какие-то секреты, и нашему Белому Волку предстоит вернуть их, разобраться с Саламандрами, попутно решая какие-то локальные проблемы, как уже известных нам книжных персонажей, так и совсем новых. Сюжет в игре развивается довольно медленно. Прям очень медленно, особенно в сравнении с Ведьмак 3. Поэтому многих современных геймеров такой стиль повествования может сильно оттолкнуть. Однако, где-то после середины, ближе к концу игры, сюжет уже начинает более активно развиваться, тебе становится интересно, чем там всё закончится, и сюжет уже прям конкретно затягивает. В целом, я бы не назвал сюжет Ведьмак 1 чем-то прям выдающимся. Он неплохой, но не стоит ждать в нём чего-то особенного. Эта игра цепляет другим. Атмосферой. Атмосфера Ведьмак 1 особенная. Это и локации, и персонажи, и музыка, и диалоги, и много других факторов, благодаря которым Ведьмак 1 стал очень атмосферной игрой. Это очень сложно объяснить словами, но я думаю, все те, кто любят первого Ведьмака, прекрасно понимают, о чём я говорю. Локации в первом Ведьмаке прекрасны. Они красивы, каждый из них особенный, и каждый из них запоминается. Хоть в первом Ведьмаке нет такого большого, бесшовного, открытого мира, как в третьей части, но побегать по локациям и повыполнять ведьмачьи заказы вы всё равно можете. Отдельным пунктом я бы хотел вынести музыку первого Ведьмака, потому что она там великолепна. В первом Ведьмаке оркестровой композиции там нет фолковых треков, которые потом позже будут в третьем Ведьмаке, однако эта музыка очень красивая и создаёт прекрасную атмосферу в игре. Чего только стоит Believe, трек, который проигрывается во время титров. Что касается выборов и вариативности, в игре две стороны конфликта — это Орден и Нелюди. И вы можете либо присоединиться к одной из сторон, либо выбрать нейтралитет. Этот выбор не настолько сильно влияет на концовку игры, как, например, во второй и третьей части, однако некая вариативность всё-таки в игре присутствует. Вы точно так же выбираете ответы в диалогах, можете запороть какие-то моменты. Например, во время крупного детективного расследования вы можете совершить ошибку и обвинить не того человека. Поэтому хоть выборы в игре не так сильно влияют на конец игры, но всё же они влияют на исходы некоторых событий. И это круто. Что касается графики, то, несмотря на то, что игра вышла аж в 2007 году, графически она красива даже сейчас. Да, в игре нет крутых анимаций, да, в игре нет текстур высокого разрешения, нет всяких наворотов по типу ретрейсинга, но, несмотря на всё это, игра красива даже сейчас. И лично у меня нет к ней никаких претензий с точки зрения графики. Чего только стоят эти лучи света в Каэр Морхене. Очень красиво и атмосферно для игры 2007 года. Боевая система первого Ведьмака — это один из её главных минусов, оттолкнувшее огромное количество игроков. Многие вообще в ней не разобрались и выключили игру где-то через 5 минут. Смысл боёвки заключается в том, чтобы вовремя ритмически кликать мышкой. Во время боя появляется вот такой значок, и вам, собственно, нужно в то время, как он появился, кликнуть мышкой, дождаться, пока он появится снова, и кликнуть ещё раз и так по кругу, и в этом, в принципе, и состоит вся боёвка первого Ведьмака. Вроде бы всё элементарно, но некоторые люди с ней вообще не разобрались. В игре есть три разных боевых стойки — для сильных врагов, быстрых и для группы врагов. А также присутствует огромное количество акробатики. Твоя мамаша сосёт у краснолюна! Конечно, это довольно специфическая боевая система, кому-то она нравится, но большинству игроков, как, например, мне, не очень, поэтому её можно отнести к минусам игры. Но опять же, учитывая, сколько лет игре, то это, в принципе, простительно. Но что про эту боёвку можно сказать с точки зрения реального фехтования? Ты перешёл мне дорогу и умрёшь! С точки зрения настоящего фехтования в игре «Ведьмак 1» фехтования нет. Движения Геральта очень корявые, кривые, лучше, чем в третьем «Ведьмаке» некоторые, но всё равно выглядят не очень. Половина его действий вызывает вопросы. Допустим, когда он начинает махаться с противником, после чего за спиной меняет хват, наносит удар, а потом идёт вот такая вот штука. Зачем это делать, особенно на ближней дистанции, непонятно. Понятно то, что в игре такого года очень сложно воспроизвести что-то похожее на фехтование, но мне, как фехтовальщику, очень больно на это смотреть, потому что все его действия вызывают очень много вопросов. Геральт абсолютно не задумывается о том, чтобы держать линию с противником. На ближней дистанции вот примерно вот такой вот. Геральт начинает бить справа, делать развороты, бить слева, хотя это абсолютно нелогично. А действия по типу тех, когда он начинает бить, после чего он прыгает, бьёт ещё раз, прыгает, бьёт ещё раз, а ещё он это иногда делает с разворотами, вызывают очень большие вопросы человека, который хоть как-то разбирается в фехтовании и просто акробатике. Стойка ведьмака в первой части игры отличается от третьей. Он гораздо меньше заваливает колени, и в целом стойка выглядит поувереннее. Человек, который был записан в качестве исходника для Геральта, был фехтовальщиком, вот, и у него были ошибки по типу вот такого вот кривого колена, что для настоящего фехтовальщика очень большая проблема. Хоть Геральт и ведьмак и всё такое, но с такой стойкой он сломает себе колено быстрее, чем его сломал ему Вильгефорс. В некоторых стойках у него всё равно присутствует такая проблема, но в некоторых нет, что безусловно радует. Ещё, как уже было сказано, в первом ведьмаке присутствует три разных стиля. Каждый из них странный, выглядит странно, вызывает вопросы, но как есть, так есть. Очень странно, как Геральт подходит к противнику и встаёт в стойку. Вот это вот, когда ты стоишь перед противником, максимально идиотская идея. Было бы лучше, если бы Геральт просто вставал в какую-нибудь из стоек, готовясь к битве, или просто стоял с мечом, направленным на противника. Но почему-то CG Project этого не сделали. Геральт в бою использует очень много крутилок и вертелок, что, конечно же, выглядит классно, но в бою не имеет никакого смысла. Вот такими движениями ты не сможешь отпугнуть противника. Это просто классно выглядит в кадре, но если я буду разворачиваться, то человек напротив меня в момент моего разворота просто выставляет меч и всё. Понятно, что ведьмак быстрый, в игре это показано очень плохо. Если исходить из книг, то Геральт в три раза быстрее обычного человека. Если бы в игре смогли показать скорость Геральта, то это выглядело бы достаточно хорошо. Но, опять же, если Геральт быстрее обычного человека на три темпа, то это просто бессмысленно. Зачем это делать, если можно просто подойти, уколоть, ударить и выйти? Сейчас ты у меня завяжешь! Ну и уже упомянутая нами акробатика. Более дебильного способа уклонения, чем кувырок, было сложно придумать, но они придумали и добавили сальтухи. Выглядит это, безусловно, очень круто и красиво, но зачем тратить столько сил и так рисковать, когда можно просто уйти с линии? Идея сделать три разных стиля, конечно же, хороша. Разнообразить геймплей с помощью трех разных стилей – это очень хорошая идея, но реализована она очень плохо. Первая, которая против сильного противника, где Геральт зачем-то начинает, чтобы сильнее ударить противника, делать пышки и бить гораздо сильнее, выглядит, ну, очень-очень плохо. Для годов, когда была выпущена игра, может быть и хорошо, но все равно выглядит это не очень. Стиль против быстрых, где Геральт добавляет кучу крутилок-вертелок, они не помогают против быстрого противника. А если мы говорим о стиле против многих, против группы, то это вообще очень страшно, потому что при каждом движении Геральт там делает вот такие вот классные штуки. Зачем это нужно было добавлять, я не понимаю. Выглядит это очень странно и нелогично. Ведьмак 1 есть классическая прокачка, как в любой РПГ-игре. Есть несколько веток прокачки. Сила, выносливость, ловкость и интеллект. Также в игре можно отдельно прокачать каждый ведьмачий знак, а также серебряный и стальной мечи. Ветка силы в основном влияет на наносимый урон и здоровье. Ветка ловкости на атаку и уклонение. Ветка выносливости на восстановление энергии и сопротивление урону. А ветка интеллекта на знаки. Ветки знаков позволяют вкачивать каждый знак отдельно, а ветки мечей каждый меч под разный стиль. Что же касается разнообразия брони, то здесь ее практически нет. Стандартная рубаха, стандартная куртка, улучшенная куртка и несколько вариаций доспеха ворона в зависимости от выбранной стороны. И то доспех ворона можно получить аж под самый конец игры. Оружия здесь побольше. Есть разные мечи, топоры, кинжалы, бомбы, ну и естественно алхимия. Ну и отдельно стоит отметить хардкорность игры, которая присуща всем играм тех годов. Предположим, вам нужно найти Шани. Персонажи в игре живут своей жизнью и Шани может находиться в разное время в разных местах. Допустим, нам нужно застать ее в лечебнице, а сейчас ночь. Нам нужно помедитировать, а чтобы медитировать, нам нужен костер. А чтобы найти костер, нам нужно протопать всю карту. Когда вы находите костер, оказывается, что у вас не было кремня. И вам нужно найти, искать кремень у торговца, который в другом конце карты. Вы бежите туда, торговца там нет, потому что он спит. Начинаете лазить, искать кремень по всяким бочкам. Короче, эта беготня туда-сюда, она очень сильно выматывает. И в целом, бегать туда-сюда в этой игре вам придется очень много. И у меня такое ощущение, что это все было сделано специально, чтобы искусственно растягивать геймплей игры. Потому что квесты специально находятся абсолютно в разных точках карты. Сначала ты бежишь в один край, потом в другой край, потом возвращаешься. И так, в принципе, всю главу ты просто носишься туда-сюда. И большая часть геймплея игры это тупо беготня, как в каком-нибудь WoW Classic. Ну и естественно, никакого быстрого перемещения, никакой плотвы у вас нет. Да, хардкорность, да, реализм. Но многих современных игроков такая медлительность и долгая беготня может оттолкнуть. Однако очень радует внимание к деталям. Я опять же упомянул, что персонажи живут своей жизнью. Например, если в игре пойдет дождь, то NPC начнут прятаться под навесы всякие, убегать от дождя, и выглядит это безумно круто. Ну и то, что действительно персонажи живут своей жизнью, и вы должны их реально искать в разных местах в зависимости от времени суток, это действительно круто, хоть и хардкорно. Потому что если тебе нужно найти персонажа, тебе приходится реально сидеть и думать, где он должен находиться в данное время суток. А метка на карте показывает тебе только то, где этот персонаж живет, допустим, тот же дом Шани. Но при этом не обязательно совсем, что Шани будет находиться именно там. Постельные сцены в игре реализованы в виде эротических карточек, которые вы можете коллекционировать. В игре есть определенное количество женщин, переспав с которыми, вы будете получать эти самые карточки. Однако, эту механику можно игнорировать и тем самым сохранять верность Йеннифер. В отличие от, например, Ведьмак 2, где вам навязывают отношения с Трис, и избежать их никак нельзя. В Ведьмак 1 есть несколько мини-игр. Гвинт не завезли, он появился только в третьей части, зато есть покер на костях. Это довольно простенькая игра, которая практически полностью зависит от рандома, однако залипнуть в нее можно надолго. Я, например, не особый любитель Гвинта, зато в Кости наиграл довольно много. Также в игре есть кулачные бои. Я бы не сказал, что это прям очень интересная мини-игра, но, возможно, кому-то она тоже понравится. Также вы, например, просто можете отдохнуть в таверне, послушать музыкантов и поговорить с уже знакомыми нам книжными персонажами. Отдельным пунктом я хочу вынести русскую озвучку. Русская озвучка в первом Ведьмаке – это один сплошной мем. Яйца чешутся! Начнем с того, что Геральта озвучивает не Всеволод Кузнецов, а Владимир Зайцев, из-за чего Геральт из первой части воспринимается немножко иначе. Ибо там, где распространяется зло, порядок установить невозможно. И вместо луча мудрости, искры надежды и костра тепла везде правит тьма. Но некоторым игрокам Геральт в озвучке Зайцева нравится даже больше. Но, как вы понимаете, это вкусовщина. У вас два варианта – ждать моего ухода и убить Абигайл. Но я вернусь. Я вырежу тут все, что движется. Каждого вшивого кмета. Или попробуйте жить достойно в согласии с совестью. Выбирайте. Так вот, некоторые персонажи в первом Ведьмаке говорят вполне хорошо и профессионально. Например, тот же Лютик, Золтан, которых озвучивали те же самые актеры, которые озвучивали их уже потом в третьей части. У Геральта когнитивный диссонанс, неприятное напряжение, которое сопутствует появлению двух конфликтующих мыслей или суждений в одном человеке. А некоторые персонажи говорят максимально всрато и карикатурно. Сейчас ты у меня завершишь. Ты перешел мне дорогу и умрешь. Эта злая корга отравила мою Ильзу. Черт его сука, отравила Ильзу. Нееет! О мерзость, о коварство! Говори пароль, а то я тебе яйца завяжу в зериканский узел. Я знал одного рыцаря, который сварился в суп внутри своих доспехов во время телепортации. Ведьмаки, они колдуны, только чуть похуже. Похуже? Ага, потому что у них яйца отсыхают. На своем канале я уже неоднократно касался темы озвучки первого ведьмака и даже разговаривал с людьми, которые принимали участие в записи. Вот что, например, про первого ведьмака говорит Константин Карасик, актер, который озвучил Азара Еведы и нескольких второстепенных персонажей. первый писался вообще в непонимании полном, что мы пишем. Никто особо, по-моему, даже не понимал сюжетный конвей. То есть есть там роль, да, там, разбойник. Ну тебе же понятно, разбойник. Да, давай, так будет говорить все. А то, что это там другого вида совершенно разбойник, никто не сообщал. Поэтому оно и получается, что информация равна нулю, но и все, кто куда гораст, кто туда и движется. А потом я глубоко убежден, что и режиссер этого мог не знать. Просто мог не знать. Это было время, я даже не знаю, какой это год первый. Это было то время, когда, по-моему, присылали на электронную почту и говорили, сделайте как хотите. Нам это совершенно было все равно. Мы вообще на российский рынок не рассчитываем, делайте сами. Нам потом никто никогда, по-моему, в локализациях, вот до, там, ну, наверное, 2010-го, 2012-го года не отдавал такого прямо вот серьезного отношения к тому, как это звучит на русском языке. Но, несмотря на всю несерьезность озвучки первого Ведьмака, она не сильно мешает, местами веселит и в целом от игры особо не отталкивает. Что? Да ты пьян! Неправда! Но в ремейке первого Ведьмака такого уже точно не будет, потому что вся игра будет делаться с нуля, как и, собственно, озвучка. Почему многим не нравится первый Ведьмак? Все-таки эта игра довольно сильно устарела геймплейно. Странная боевая система, очень затянутая игра, постоянно приходится бегать из одного края карты в другой, при этом эта карта довольно пустая и не наполнена всякими вопросиками, как в третьей части. И, несмотря на то, что игра имеет классную атмосферу и довольно интересный сюжет, многие игроки даже не успевают до него дойти и просто бросают игру из-за старого геймплея в самом ее начале. Я слышал разные мнения о первом Ведьмаке, кому-то игра очень нравится, а кто-то пишет, что играть в нее вообще невозможно, и тех и тех можно понять. Нужен ли ремейк Ведьмак 1? Я считаю, что определенно да. Во-первых, как раз те люди, которые не хотят проходить первую часть из устаревшего геймплея, смогут это сделать уже в ремейке, и не пропустить довольно важный сюжет для общего понимания вселенной. Во-вторых, разработчики CD Projekt Red смогут реализовать те свои идеи, которые они не смогли сделать при создании первой части, потому что они, во-первых, были сильно ограничены технически, во-вторых, у них не было бюджета. Сейчас у них есть и то, и другое, и они смогут сделать все то, что мы не увидели в первом Ведьмаке. И по мне так это очень круто, и мне бы очень хотелось посмотреть на обновленную Визиму, посмотреть на всякие дополнительные квесты, на новые истории, на все то, что мы не увидели в первой части, потому что просто разработчики никак не могли это сделать. Если второй Ведьмак довольно сильно похож на третью часть, и в него можно спокойно играть даже сейчас, то первый Ведьмак прям сильно-сильно отличается, поэтому сделать ремейк именно этой части — это отличная идея. Чтобы сделать свой вывод о первом Ведьмаке, вам все же самим стоит в него поиграть. Современным игрокам, непривыкшим тратить огромное количество времени на постоянную беготню из одного конца карты в другой, может быть очень сложно играть в первую часть, и многие игру, к сожалению, просто бросают. Но если вы, как и я, большой фанат вселенной Ведьмака, если вы тоже очень любите историю Геральта из Ривии, любите книжную сагу Ведьмак, и хотите максимального погружения в эту прекрасную вселенную, то вам определенно стоит пройти первого Ведьмака. А если вы уже прошли, обязательно напишите об этом в комментариях. Но я хочу поблагодарить спонсоров своего канала. Если вы тоже хотите помочь каналу материально, вы можете оформить спонсорскую подписку на моей страничке на сайте Boosty. Там есть несколько вариантов подписки, которые дают разные бонусы. Например, ранний доступ к моим интервью, или очень смешные бэкстейдж-ролики. Ссылка на мою страничку Boosty будет в описании под видео. Ну а с вами был Nightmare, увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok